Привет, мой дорогой фанат мира звука! Сегодня я хочу с вами вместе поговорить о саунд-дизайне в игровой индустрии. Относительно недавно даже меня просили как-то заснять видос по вообще по движкам по аудио движкам по игровым движкам и сегодня я хочу вам показать внутрянку как создается звук от начала идеи до какой-то задачи до до финального уже этапа встраивания именно в игровой движок игровой движок у нас будет у ей 4 кто не знает вот пожалуйста а в будущем как и говорил ранее обязательно будет целый курс по аудио движкам по вообще игровой индустрии потому что очень я заметил что есть интерес к этой до сфере именно развитие дальнейшем как саунд-дизайнера как человек который работает со звуком или даже просто композитора кто пишет музыку но очень часто спрашивают а как писать музыку для игр как писать интерактивную кстати музыку для игр который очень отличается от обычного написания какого-то композиции до трека и вопросы сыпется я понял что нужно потихонечку хотя бы делать какие-то видосы полезные на примере вот этого видоса до чтобы вы мои любимые подписчики немножечко погружались хотя бы в эту сферу посмотрели как изнутри происходит тот или иной процесс да и соответственно понимали уже хотя бы примерное представление до об этой кухне потому что для меня тоже изначально казалось что это очень все люто дико сложно да и сейчас на самом деле я понимаю что это не просто но когда ты начинаешь погружаться разбираться в этой сфере до работать с игровыми проектами это наверное если большой инди проект где-то на четвертом проекте или на пятом где-то я понял уже как работает примерно это кухня эта история как делать скажем так как оптимизировать свою работу как делать ее быстро качественно и интересно чтобы в проекте звук реализовывался именно так как ты задумал его изначально да то есть процессе вот кстати совсем скоро кто не подписан на мой паблик вконтакте обязательно подпишитесь будет я буду выкладывать кейсы целые до проектов над которыми я работал до этого и я думаю это будет очень интересный опять же опыт почитать со стороны как реализовывался звук в той или иной игре до к примеру spark in the dark до этого до проект может быть кто-то кто следит за мной видел слышал если следит напишите в комментариях да кто знает для меня это будет очень интересно и в дальнейшем я планирую прям по каждой игре по каждому проекту которые я создавал делал работал до какие-то сложности тонкости интересные вопросы сталкивался интересными задачами буду освещать показывать рассказывать расписывает показывать примеры ну и конечно же потихонечку буду выливать это все точно также дублировать на youtube поэтому от вас поддержка подписка лайк колокольчик чтобы я понимал что я делаю все это не зря вот для меня это очень важно ну что давайте теперь на реальном примере на реальные задачи опять же попробуем посмотреть как с нуля создается как раз таки наш прекрасный саунд дизайн к в данном случае это персонаж к персонажу к фаталити ударом проработка персонажа начинается на самом деле с оценки вообще кто он так проработку голоса до закадровый голос обрабатывается чтобы создался какой-то характер дальнейшем больше уделяется внимание мувментом всяким футстепом поверхностям движением до боевому какому-то именно на этапе там боевым каким-то возгласом при атаках то есть прорабатывается все до детальных каких-то до мелочей скажем так а в дальнейшем уже происходит наслоение как бы или доработка вот каких-то дополнительных всяких штук в данном случае появились фаталити удары различные добивания у главного героя и мы соответственно должны сделать качественный классный сочный звук то есть скажем так усилить восприятие вот от этих моментов потому что с визуальной точки зрения эти моменты выделяются это так так точно так же как и какая какие-то магические супер удары да в любом наверное файтинге да даже в том же mortal kombat когда вот эти фаталити когда вот эти супер удары набирается у нас полоска вот этой силы до для супер удара и эти моменты всегда выделяются они должны быть сочными что и я пытался сделать работал я сразу скажу 80 процентов с библиотеками возможно потом я перезапишу сделаю все с нуля но библиотек использовал качественные хорошие вот и тем самым то есть добился того звучание которого которые закладывал изначально и хотел получить вот если говорить об этапах создания звука то я делю их на несколько этапов то есть первый этап это подготовка рабочий скажем так области в данном случае это запись анимации либо с игрового движка у меня система создания звука на двух платформах то есть я на маке о я создаю весь звук далее я переношу это все на винду добавляю в проект и там уже отстраиваю все и создаю слои до создаю рандомизацию под нашу скажем так анимации но это не всегда так происходит конечно удобнее работать на одной машине но к сожалению изначально проект сам движок до адаптировался именно только под винду и ну как бы все настройки да то есть даже тот же билд когда мне присылали до по игре он тоже был только на винду и соответственно мне было необходимо просто работать точно также с виндой но удобство работы на mac us и именно в лоджике я не стал менять нам дау для винды потому что вы сами наверное понимаете что это удобная рабочая среда в которой я очень долго работал ну и так как и у всех наверное да то есть мы привыкаем любим какой-то определенный интерфейс привыкаем к кому-то определенную интерфейсу и нам очень важно чтобы рабочий процесс был комфортным не было долгих каких-то размышлений ковыряний где куда нажать и так далее ну то есть это с этим на все сталкивались когда изучали первые впервые дау да какой-то секвенсор для работы со звуком вот поэтому и такая этапность получилось то есть сначала я создаю сначала точнее подготовлю базу анимации какие-то понимаю как двигается герой понимаю что происходит в с точки зрения в fx каких-то дополнительных да все это просматриваю после чего я создаю и разбиваю на слои звуки которые будут присутствовать в как раз этой анимации я покажу самый простой пример имплементации в движок игровой с помощью notify сейчас вы все увидите чтобы долго да не рассказывать не подводить вас к этому процессу я сейчас вас перенесу в проект и там прокомментирую что происходит поехали так ну что теперь мы в проекте и мы можем разобрать как раз вот эту этапность нашу по наполнению дав именно по созданию звуков да и дальнейшей уже имплементации у нас есть с вами вот такая вот анимация мы разберем на примере одной анимации чтобы было наглядно и но я думаю достаточно fatality удар то есть добивание она же она состоит из двух частей это панч и мощный удар нашего врага после чего раз отлетается голова и разлетается кровь да как происходит вообще у меня процесс формирование звука для геймплей уже да для именно имплементации внутрь так то есть на мой взгляд нужно сначала создать вот сочный вот этот панч за основу я взял самый простой вот эти body punch мокрый такой удар по телу дальше я соответственно начал добавлять характер вот этому металлическому импакты добавлял да какие-то металлические металлическому хамеру то есть вот металлический призвук такой некий плюс панч то есть грубо говоря это наша основа дальше я пробовал экспериментировать с окрасом добавлять еще панчи различные металлические всякие импакты окраса да еще атаки добавил но это по моим пак который я сжал тем самым мы можем в дальнейшем комбинируя вот эти слои которые накинул то есть лейринг менять к примеру там окрас до добавить такой примеру такой такой то есть уже меняется немножечко окрас нашего панчи тем самым у нас появляется возможность делать рандомизацию то есть первый скажем слой для имплементации мы создали теперь дальше для последующей рандомизации да в проекте еще сверх вот того что мы придумали дальше мы работаем с соком первый такой то есть тут тоже много скажем так различных смачных таких импактов хитов кровавых блатка кости кости пошли то есть конечно же нам все звуки наши в лейринге не понадобится для того чтобы получился качественные вот нашим скажем так общем миксе финальном на имплементацию качественный sound нам необходимым отобрать только исключительно нужные до нам слои чтобы в совокупе это звучало как можно лучше максимально до уже на этапе выхода и чтобы на этапе встраивания у нас не было никаких конфликтов там каши и так далее тем самым я начинаю комбинировать до смотреть что у нас за характер получается на выходе и так далее по выводу сэмплов у нас есть как вы уже поняли по логике две составляющие это сам панч и кровь разлетающиеся до подчеркивать голову я не стал бы дань это в данном скажем так контексте но отлетающие во первых она незаметно во вторых а если подчеркивать мы можем есть риска большой нам намутить каши да самое ключевое это вот эти панчи панчи они должны быть сочные они должны быть не знаю как я уже говорил дать оля типа в мор как mortal kombat да ты чтобы выделялись прям вот и по выводу у нас необходимо вывести сделать рандомизацию из панчи как я уже сказал да комбинируя различные слои но чтобы не было сильной разницы прям колоссальный до чтобы характер все-таки оставался и наших соответственно фреши вот этих вот свежести кровавые и всплесков вот тем самым мы уже на этапе имплементации сможем создать уникальную то есть рандомизацию и наши последующие фаталы в геймплее не будут приедаться не будут казаться что один и тот же звук да у нас вот и что для нас самое оптимальное самое главное давайте теперь переносимся в unreal и там как раз показываю покажу вам как вообще сделать через вот простой самый способ имплементацию звука в движок так друзья теперь мы находимся в проекте unreal engine и наша задача делать получается анимацию нашу фатальную да для вот как раз нашего хавера это самая сниматься здесь уже расставлены на типа и сейчас покажу как они как происходит имплементация с нуля ну во первых касательно рабочей области наверное будут отдельные уроки если интересно пишите в комментариях я поснимаю видео полезные до чтобы разобраться как ориентироваться в проекте касательно сейчас вот имплементации я вам покажу это все на пальцах сжатом варианте для начала нам нужно добавить конечно же в проект наши наш звук звук уже конечно же добавлен выглядит он вот таким образом помните я говорил да что у нас есть рандомизация в проекте до в нашем точнее ну в нашем секвенсоре ответственно получилось три вот таких характерных . отдельный сап хаммер на отдельную анимацию усиленную то есть это решение папа потом я уже принял для вот конкретного другого фаталити да не того который мы видели в нашем лоджике это уже фаталы по сворду и отдельные бонусы и отдельные влады то есть мы соответственно сделали подготовили наш нашу расслоенку для создания отдельных уникальных фаталити ударов после того как мы создали аудио соответственно и добавили да их в проект нам необходимо создать куя куя это один из видов редактора аудио в проекте до в нашем конечно же я их уже так точно также создал я их создал и выглядят они вот таким образом создается вот такой вот скажем так визуальный код который можно уже встраивать по определенному алгоритму логики до самим программистом либо нам с помощью скажем так сам дизайнер с помощью с помощью того же на тифа я ну либо кто разбирается с блюпринтами до блюпринты это тот же сами код только в визуальном формате одно из отличий скажем так он рела вот то есть мы создаем для нашей той анимации наш прекрасный ю и то есть вот у нас есть анимации мы создаем кьюи для нашего к примеру вот этого хаммера как это выглядит изнутри и звуки которые я включал не вот они они переносятся на наше поле вот этого куя который мы создали заранее до сдается она с помощью там правой кнопки sound sound кьюи после чего называется по нужному нам неймингу скажем так и уже внутри мы создаем определенную цепочку которая ведет на выход на output те самые fatal blood и то есть наши blood и наши панчи 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 учетом нашей цепи которую вы видите бежок и самку и вот этот как раз сдает помощью цепи определенную последовательность воспроизведения у нас есть исходный звук который подключен рандомайзер у скажем тогда в котором можно задать определенные настройки о них говорим мы конечно позже далее мы включаем модулятор модулятор создает рандомизацию по пичу и по громкости что дает тоже определенные динамики и реализма после чего это идет в цепь миксера и на выход то есть те же самые грубо говоря модульная обработка как я рассказывал ранее в роликах да про синтез у себя в курсе тоже в обучающем курсе рассказываю про модульные синтезаторы и так далее то же самое касается панчи наших hammer панчи которые также идут на рандомизацию чтобы был выбор звука и на модуляцию после чего данный и у нас готов мы точно так же до можем отстроить баланс каждого и входа до в миксер и также отстроить ну определенные настройки задать там по аттенюации по громкости по пичу сам мастер да далее мы наш q и подключаем в нашу анимацию которую мы заранее выбрали до для работы после чего но к примеру есть ничего нету до пустое поле после чего наша задача подключить наши прекрасные звуки или знать и fine то есть у нас есть у анимации вот данные на тифа это треки такие да куда мы можем вставлять скажем так посылы в наш последующий код в логику да к примеру там подключить шаги расставить вот такие вот скажем так те же на тифа и но только не sound на тифа и а другие до которые впоследствии будут обращаться коду до к блюпринтам каким-то вызывать считывать нам поверхность шагов и так далее в данном случае у нас есть наш панч который мы создали до виде кьюи и мы хотим его подключить то мы делаем мы прочитываем примерную анимацию да где у нас происходит так панчи самого врага после чего создаем нажимаем правой кнопкой на одном из треков до 1 тифа и play sound у нас появляется такой пустой эти файта и наша ним на тифа и можно подключить к звук для этого мы должны выбрать нашем поле поиск ассетов наших раз таки и панч а вот он вылез уже и не шер хаммер down q вот тот кьюи который мы сделали назвали специально так название об она походила на название нашей анимации и не шер хаммер down чтобы не запутаться мы подключаем тем самым у нас появляется над нужный тайминг на нужный тайминг наша кьюи этот мы удаляем после чего мы можем протестировать да в нашем проекте наши созданные как раз таки звуки в общем то это все наверное что я могу рассказать ролик и так получился большой я хочу поблагодарить вас кстати за реакцию в моем паблике вконтакте очень здорово что вы реагируете на мои посты помогаете мне с выбором новые идеи для видео и так далее кто не подписан кстати на паблик ссылочка будет в описании также будет ссылочка в описании на игру ну и наверное это все что я хотел сказать в этом ролике потому что он получился так большой рассказывать на самом деле хочется больше и больше но в любом случае я буду рад очень вашей поддержки и комментариям пишите в комментариях чтобы вы хотели увидеть дальше понравился вам ролик или нет и до скорых встреч пока пока и и и и и и и